Преодолеть болото, грунтовые дороги, лесные тропы, высокую траву и броды для участников трейла не проблема. Забег по пересеченной местности – экстремальное увлечение, ради которого некоторые приехали в Саров из других городов. Нижегородец Дмитрий Елагин приобщился к трейлам около пяти лет назад. Мне уже 39 лет, в ноябре будет 40. В 33 года, так сказать, провалялся на печи и решил заняться спортом. Из года в год принимаю участие в трейлах. Бегали даже зимой и ночью по лесу. Это лучше, чем просто днем по городу. Это экстремально, это очень нравится. На Саровский трейл 2024 собрались около 250 человек. Примерно 80 из них – из Москвы, Снежинска, Нижнего Новгорода, Первомайска и Арзамаса. На дистанциях 5, 10 и 20 километров их ждали спуски и подъемы, болотистая местность, лесные тропы и бурелом. Все это участники преодолевали в один круг. На начальную дистанцию 5 километров любой участник, который бегает по 15-20 минут, вполне в состоянии ее преодолеть и получить свою заслуженную медаль. И вдруг ему понравится, и он будет бегать дальше. А на дистанциях 20 километров там действительно идет борьба с самим собой. Туда вот заявляются те люди, которым нужно потерпеть, побороться и получить от этого кайф. Они получают от этого кайф. Самым большим своим достижением, я считаю, то, что есть такие участники, которые впервые пришли к нам на забег, им понравилось, и они потом продолжают выступать и на других забегах. И приходят к нам и начинают бегать. Поэтому я считаю, что мы вот такими вот интересными соревнованиями продвигаем спорт в массы и делаем нашу наше здоровее. В этом году проверить свои силы на природной трассе смогли и юные участники забега. На дистанции в 1 километр организаторы подготовили для них русские горки, лабиринты, полосу препятствий. Все маленькие участники получили медали «Сладкий приз». Взрослые боролись за более серьезные награды. Особо азартные даже заключали пари. На дистанции 20 километров у нас и бежит наш прославленный легкоатлет Максим Кистанов, который победитель разных полумарафонов, марафонов последних годов, которые в разных регионах нашей страны были. А противостоять им будет наш молодой человек Сергей Шаров, который выигрывает кроссы среди лыжников на всероссийских соревнованиях. Поэтому тут как бы такая борьба извечной лыжники против биатлонистов. Не совсем в лыжной среде, не совсем в легкоатлетической. Тем интереснее становится их противостояние. И также очень интересно на дистанции 10 километров два из участника. Они поспорили, кто кого гонит. Поспорили на деньги, говорю сразу же. Каждый из них сдал по 5000 рублей мне. И на финише победитель получит всю сумму. И новички, и опытные любители бега по пересеченной местности получили медали и призы от спонсоров трейла. На самой сложной дистанции в 20 километров лучшими стали Дарья Власова из Нижнего Новгорода и воспитанник Шоратом Сергей Шаров. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.